Впервые на побережье лунного города Пончик наткнулся на кристаллы соли. Набив ими карманы, он отправился в кафе, где привлёк внимание посетителей этой простой специей. Оказывается, лунатики ничего про соль раньше не слышали, и Пончик сделал на ней состояние. Это неудивительно, а соль во все времена была источником невероятных прибылей. Например, род известных дворян Строгановых, которые финансировали казну Российской империи и осваивали Сибирь, берёт своё начало от разбогатевшего на соленом промысле крестьянина Фёдора Строганова. К сожалению, сытая жизнь Пончика длилась недолго. Быстро смекнув, куда дует ветер, конкуренты автоматизировали производство и, снизив трудозатраты, начали демпинговать цены. Рынок наполнился дешёвым товаром, и бизнес стал нерентабельным. Пончику, который эксплуатировал труд рабочих, пришлось платить огромную ренту владельцу побережья, на котором стоял завод, и в конце концов Пончик тоже обанкротился.